Итак, эксперимент по Дональду Смиту с плазмошаром. Цель эксперимента понять, будет ли плазмошар через эту катушку заряжать конденсатор, как писал об этом Смит. У нас есть катушка 10 метров, диоды набраны последовательно, марка диодов FR-207, конденсатор 120 мкФ 500 В, параллельно на конденсатор включен газовый разрядник на 230 В. Начнем. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь посмотрим, за сколько секунд заряжается конденсатор. Будем заряжать до 200 В. Продолжение следует... Продолжение следует... Схема эксперимента прежняя, только дополнительно включим заземление на минусовую сторону конденсатора. Продолжение следует... Продолжение следует... Зарядился за 18 секунд заземлением, без заземления заряжается за 30 секунд, отключили заземление и теперь второй диод включим на первый, получилась так называемая вилка Авраменко, заряд конденсатора будет происходить по одному проводу через вилку Авраменко, при этом второй конец съемной катушки свободный. Продолжение следует... Подключим заземление, схема эксперимента как и в предыдущем вилка Авраменко только с заземленным конденсатором. Продолжение следует... Что мы видим из этого опыта? Как и говорил Смит, конденсатор легко заряжается от плазма лампы через съемную катушку, без заземления медленней, с заземлением быстрее. В этом эксперименте вместо съемной катушки будем использовать алюминиевую фольгу. цель данного эксперимента выяснить, будет ли энергия сниматься алюминиевыми пластинами с плазма трубы. Так как плазма трубы у меня нету, будем использовать плазма шар, с противоположных углов фольги подключим диоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Второй конец катушки свободный... Конденсатор через вилку Авраменко включен на заземление... Конденсатор с катушкой гальванически не связан... Магнитное поле... От съемной катушки передается на индуктор... Конденсатор стоит внутри поля... Теперь посмотрим... За сколько зарядится конденсатор... До двухсот вольт... Продолжение следует... 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 Такой же, как и предыдущий, только вместо медного индуктора будем использовать алюминиевую фольгу. Так же, как и на индуктор, со съемной катушки по одному проводу будет идти в поле на фольгу. Продолжение следует... 25 секунд. Еще даже быстрее, чем катушка, включенная напрямую на конденсатор. Так же, я пробовал наматывать на конденсатор различные провода, разные длины, разные толщины. Эффект был такой же, был заряд конденсатора. Как я выяснил, длина и толщина провода, намотанного на конденсатор, не имеют отношения к скорости заряда. На скорость заряда влияет площадь соприкосновения излучателя с конденсатором. Чем большая площадь, как в случае с фольгой, тем быстрее заряд конденсатора. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ